Здравствуйте! СССР всегда славился своими транспортными машинами, в том числе и вертолетами. Ярким примером служит самый большой серийный вертолет Ми-26, или еще больший экспериментальный В-12, также называемый Ми-12, хотя официально такое переименование произведено не было. Но в Советском Союзе проектировалась машина, которая смогла бы поднять максимальный груз И-12 и И-26, причем одновременно. Важным толчком к развитию техники послужили новые открытия нефти и газа и различных природных ископаемых в начале 70-х годов. Топливно-энергетическая и сырьевая базы страны стала перемещаться из южных и центральных частей СССР в районы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Это были районы со сложными условиями, почти полным отсутствием дорог, аэродромов и других транспортных путей. Ситуацию осложняли огромные расстояния между источниками сырья и транспортными коммуникациями, перерабатывающими заводами. Сложный рельеф местности и суровые климатические условия существенно осложняли доставку необходимого оборудования и добытых полезных ископаемых. В такой ситуации неоценимую роль по доставке людей и необходимого груза стали играть вертолеты. В вертолетах большой грузоподъемности нуждались и вооруженные силы СССР, которым требовались машины для переброски на место дислокации или в заданные районы, тяжелой и крупногабаритной боевой техники танков, ракетных установок, инженерных средств, а также для быстрой эвакуации проведенных машин и тому подобное. Существовали проекты транспортировки тактических и малогабаритных ракет средней дальности и даже стратегических с последующим их запуском из районов, где противника предположить не мог наличие ракет. Так тяжелые вертолеты стали играть все большую роль в обороне и хозяйстве страны, но существующая полезная нагрузка воздушных машин тех лет не удовлетворяла растущие потребности. Вес некоторых частей необходимого оборудования уже перевалил на недостижимую цифру для вертолетов 40 тонн. Для перевозки крупногабаритных грузов приходилось либо разделять их на элементы, либо прибегать к помощи традиционной транспортной техники, такой как автомобильная или железнодорожная. В середине 70-х годов правительство дает задание на изучение возможностей взаимодействия вертолетов в одной связке для перемещения больших грузов. Такая методика требовала особой подготовки экипажа ентокрылых машин и была связана с необходимостью решения многочисленных технических проблем. В результате в декабре 1976 года Государственный комитет по науке и технологиям СССР выпустил постановление, обязывающее Московский вертолетный завод имени Миля, подготовив предложение о создании вертолета повышенной грузоподъемности. Аналогичная задача была включена и в принятый правительством основные направления развития авиационной техники и вооружения на период до 1993 года. МВЗ совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом провел аналитические исследования. Разматривались возможности перемещения больших грузов двумя-тремя транспортниками Ми-26 на единой подвеске. Прорабатывались две схемы соединения гондол-фюзеляжа. Звезда, при которой балки от каждой гондолы сходятся в одной точке в центре треугольника по схеме знака фирмы «Мерседес», и треугольник, когда балки образуют стороны равностороннего треугольника. Выбор был сделан в пользу треугольника. Новый проектируемый сверхтяжелый вертолет получил обозначение Ми-32. Главный конструктор Тищенко решил проектировать вертолет трехминтовой схемой на основе систем Ми-26. Грузоподъемность машины, исходя из требований гражданского и военного назначения, определили в 55-60 тонн. Проведенные анализы эксплуатации тяжелых ментокрылых машин показывают, что большая часть перевозимого груза из-за своих крупногабаритных характеристик перевозится на внешних подвесках. Поэтому решено было строить вертолет, который сможет обойтись без приземления на посадочную площадку, а также проводить доставку грузов для монтажа на весу. Фюзеляж вертолета состоял из трех частей, называемых гондолами. Две передние гондолы, которые соединялись в месте нахождения кабины, имели длину по 40,5 метров и задняя 36. Высота была одинаковая 4,3 метра. Сама кабина была выполнена на подвесной основе таким образом, чтобы при выполнении краново-монтажных работ имелась возможность прямого визуального наблюдения за грузом на внешние подвески и за местом монтажа. В экипаж входили два летчика, борттехника и оператор, всего 4 человека. За кабиной пилотов находилось отделение для сопровождающих груз. Шасси вертолета состояли из двух передних опор слева и справа от кабины, по два колеса в каждом, и двух задних опор, но уже по одной стойке с четырьмя колесами. Транспортировка грузов должна была проводиться на внешней подвеске, которая крепилась в трех точках под каждый из гондол. При таком способе крепления внешние подвески на балке фюзеляжа действовали не изгибающие моменты, а в основном сжимающие нагрузки. Уникальная система внешней подвески должна была обеспечивать подвеску грузов на регулируемые тросы длиной до 60 метров, подвеску грузов на весу и подцепку груза на площадке, аварийный сброс груза, дистанционный контроль массы груза, а в случае необходимости транспортировку грузов массой свыше 55 тонн, связка из двух вертолетов. Расчетная взлетная масса Ми-32 в зависимости от предполагаемого применения вертолета составляла 136-146 тонн, театетический потолок 1000-1500 метров, динамический потолок 4000 метров, скорость 200-230 км в час, дальность от 300 до 1200 км. Вся эта мощь должна была подниматься в воздух, используя 6 двигателей типа D-136, которые предполагалось расположить по 2 на каждой гондоле. По разным источникам мощность двигателей должна была быть от 8500 до 11500 л.с. каждый. В передней гондоле находилась вспомогательная силовая установка запуска. Топливная система состояла из трех закольцованных подсистем. Вертолет предполагалось оснастить системы управления с электрической проводкой от механического смесителя до гидроусилителей. Питание гидроусилителей, управление шагом лопасти каждого несущего винта, осуществлялось одной из трех независимых друг от друга гидросистем. Каждая гидросистема имела свою основную и дублирующую системы, манифицированные с гидросистемами Ми-26. В 1982 году проект на создание уникальной трехвинтовой транспортной машины был готов. Специалисты МВЗ в соответствии с правительственным заданием подготовили проект постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Ми-32. По приблизительным оценкам конструкторов, к концу 80-х годов Советский Союз получил бы первые образцы сверхтяжелого вертолета Ми-32. Но ожидания были напрасны. Постановление о начале строительства Ми-32 от руководства страны так и не вышло. Проект остался на бумаге и воплощен только в некоторых уменьшенных моделях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.